Здравствуйте, дорогие друзья! Такой быстренький выпуск, а то я забуду вам это рассказать. Хотелось на этой неделе это рассказать. Но сначала шутка про нарцисса. Просто отвлечённо, вы же любите нарцисса. Мы сейчас проговорим про его график. Суть в чём? А, отношения с нарциссом это как поза 69. Нужно давать, что он даёт тебе. Чё-то такое, короче. Ну, короче, забавная штука, задумайтесь, отношения с нарциссом это как поза 69. Можете доформулировать правильно, да? Ну, типа давать то, что он даёт. Да, давать то, что он даёт. Поза 69, да. Вот, поэтому напишите мне, как правильно это звучит. В общем, могло бы звучать, да? Доформулируйте, но очень прикольно. А мы, в общем-то, начинаем с вами разговаривать про график нарцисса. И, смотрите, график нарцисса, он отвратительный. На мой взгляд, он хуже, чем у гипертима. И, на мой взгляд, ну, понятно, что он совершенно не дотягивает до, соответственно, графика эпилептоида. Чем же отвратителен график нарцисса? Дорогие друзья, график нарцисса отвратителен тем, и он хуже, чем у гипертима. Понимаете, гипертим не будет вас вводить в заблуждение. В принципе, по поведению гипертима уже понятно, что он нихрена не представляет. Придёт он в воскресенье к вам или в субботу, или во вторник. Понимаете? У гипертима на лице написано, что он распиздель. Ну, по-другому не назовёшь. Поэтому здесь нет опасности. Нарцисс дико маскируется под эпилептоида, под кого-то очень серьёзного. И он, типа, такой, м-м-м, я даже не знаю, у меня такой плотный график, я даже не знаю, когда прийти. И, вы знаете, я бы не хотел опаздывать, я бы не хотел, в общем, показаться совсем не деловым человеком, я бы не хотел показаться лентяем и сопляжуем. Поэтому давайте, в общем, я скажу, что у меня такой график, в общем, очень-очень сложный. И мы с вами договоримся, вот ровно в 16, вы готовы прийти ровно в 16, но дело в том, что в 50% случаев нарцисс не придёт ровно в 16. Он опоздает, проспит, потому что у него там либо гиперманиакальные фазы, либо гипоманиакальные. Подробнее об этих фазах я говорил в выпуске, когда вместе с Монгом мы переводили DSM, кластер B мы переводили. Те, кто не видел, посмотрите, подсказка будет, наверное, в конце этого видеоролика и вот где-нибудь здесь, наверное, вот в этом левом верхнем углу. Соответственно, понимаете, и вот это вот хуже всего. Я знал одного нарцисса, он системно пытался просыпаться по утрам, он с этого болел. В 50% случаев он ни хера не просыпался по утрам нормально. Вот честно, не могу цензурно прямо это обсуждать, это ужасно, я так не люблю, когда люди... Вот знаете, я, честно, я опозду, и я людей об этом предупреждаю, что плюс-минус 10 минут. И как-то меня ещё, ну, к этому и пациенты приучили, что вот все кто-то вовремя не придёт. То есть тяжело рассчитать график. Я людей предупреждаю, что я вот такой. То есть поэтому вы рассчитываете время таким образом, чтобы вот эти вот 10, порой даже 15 минут у нас были плюс-минус. Я готов, когда вы придёте, будете ждать. Я предупрежу администратора, она принесёт вам чай, кофе, порно-журналы, всё, что захотите, просто подождите меня. Вот. И, соответственно, это, ну, адекватный подход, вы знаете, что человек вас может задержать. Неадекватно, когда человек говорит, я буду ровно, вот, в 16.00, и у нас есть только час, поэтому вы, пожалуйста, не опаздывайте, а в итоге приходит 16.45. Опять, неприятно, вот крайне неприятно. И у нарциссов такая штука есть, обусловлена как раз чаще даже гипоманиакальными фазами. Если в гиперманиакальной фазе они всё-таки становятся, наоборот, более активные, вовремя встают, у них повышается, да, так, жизнедеятельность. То есть, что в гипоманиакальной фазе он начинает очень много спать, она очень чем-то похожа на депрессию, такую специфическую, я бы назвал её депрессией нарцисса. Вот. И, соответственно, в гипоманиакальной фазе вот эта вот хрень происходит. Ему не хочется никуда идти, или он эти встречи начинает деловые отменять, одну за одной. Ну, это просто капец. И, кстати, у многих в гипоманиакальной фазе начинаются психосоматические расстройства. Вылазит геморрой, да, у человека вот синдром раздражённой кишки, я знал, да, в общем-то, заболевание, которое начинается в психосоматике, но человек может насидеть на унитазе, этот геморрой долго тужится. Поэтому, соответственно, видите, какие моменты могут возникать, поэтому вот видите, как связано психологическое здоровье с объективно-физическим. И вот такие вот интересные факты про нарцисса. А, в общем-то, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я желаю вам здоровья, здоровой кишки, и, соответственно, жду вас на своих консультациях онлайн.